Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер. И сегодня бы я хотел начать играть в такую игру, как Sticks Master of Shadows. И, в общем, что бы я хотел рассказать об этой игре. Если вы играли и вам понравилась игра Dishonored, то эта игра явно для вас, потому что игра выполнена в похожем жанре. То есть, ну, жанр, само собой, тот же, стелс, но также атмосфера игры довольно сильно напоминает Dishonored. Но единственное, наверное, отличие, ну, может, не единственное, то, что мы играем за гоблина, и это вид от третьего лица. В общем, как-то так. Ну, ладно, давайте начнем. Также в этой игре есть предыстория, игра Orcs and Men, но если что, я в нее потом буду играть. Сейчас пока что только Sticks. Давайте начнем игру. И нас просят выбрать уровень сложности. Игру я, если честно, признаюсь, не проходил. Обычно я пытаюсь поиграть в те игры, в которые, ну, то есть, для записи на YouTube, в которые я уже прошел, в которых у меня есть какой-то скилл. Но эту игру я еще не проходил, но я очень хочу в нее поиграть для YouTube. Так, ну, ладно, давайте гоблина, конечно, вряд ли пройду, если буду играть на гоблине. Но вот на высоком уровне сложности, пожалуйста. Конечно, я ее не проходил, а в нее и играл. И доходил до определенного момента. Так что такое... Да, кстати, и сейчас будут видеоролики. Во время их я буду замолкать. Также, когда будет говорить основной персонаж сам собой, я тоже буду молчать. Но буду также пытаться иногда вставить свое мнение. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, это будет не слишком раздражать. Ладно, поехали смотреть ролик. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 Это почему я здесь. Это, по крайней мере, я уверен, это моё желание. Возвращайся к этому источному силу, но также мировоззрение. Время идти к первой фазе этого плана. И это начинается... сейчас. Время, мировоззрение. Время, мировоззрение. Время, мировоззрение. Время, когда Барнемин говорит тебе. Кто ты? Поверь! Мой имя... ...это Стикс. В этом ухо. Эти Элвы дают имя имя для своих монстров. Откуда ты пришел? Я никогда не видел ничего, что выглядит как ты. Я один из другого. Я один из другого. Это Элвы, которые создали это, папа. Это очевидно. Они сняли этот рунт из их лавей, и они отправили сюда, чтобы спи на нас. Поверь! Это Элвы, которые тебя отправили? Почему ты здесь? Элвы... Если ты только знал. Они не нужны спицы, чтобы узнать, что происходит в этой оккурсированной двери. Так что ты работаешь для них? Что ты пришел сюда? Элвы... 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 Наш кинжал. В общем, давайте двигаться дальше. И вот как раз охранники разговаривают про кинжал. Он явно наш. И... Элвы... Элвы... Мы за ним, само собой, и двинемся. Так... Ожидайтесь ночи, сколько угодно. Я его все равно заберу. Они говорят о твоем кинжале И еще хотел сказать, что прям на 100% я игру проходить, наверное, не буду Потому что собирать все монетки, это занимает очень много времени А так как я хочу проходить в одном эпизоде одну главу И даже прохождение одной главы без сбора монет составляет, может быть, минут 40 А если я буду пытаться собрать все монеты, то в таком случае мне потребуется около часа на запись одного эпизода А мне это не нужно, то есть так долго записывать не вариант Также выкладывать долго видео и вряд ли вы будете смотреть около часа это видео Так что буду пытаться просто проходить для сюжета Возможно, потом я сделаю отдельные видео, в которых покажу, что и как, где найти То есть где находить реликвии, где находить монетки и так далее Сейчас пока что просто для сюжета, для того, чтобы я сам увидел сюжет, потому что я не весь сюжет видел Так слишком много слов о сюжете Так Вот нас обучают как раз тушить факела, само собой, перемещение в темноте Желательно перемещаться в темноте Также нам говорят, что татуировка, когда у нас светится на плече, значит, что мы находимся в темном месте и нас не видят Как-то так Субтитры 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 И опять же, я повторюсь, что наш герой бою то очень часто болтать Так что мне нужно будет очень часто молчать Так, и сейчас у нас обучение Первые стражники, которым мы попались Хотя до этого был один вроде как Но он спал, так что не было ничего такого проблемы Так, кстати, главное не забывать быстро сохраняться А то мало ли что То есть, мало ли какие казусы могут произойти А со мной они явно могут произойти Так что сохраняться желательнее всего Да, и как можно чаще Так, ждем пока тут охранник отойдет И можно пробираться дальше Вот и кинжал Подумай Потерял тебя, мой бьюти Так, обычная дверь не остановит такого вора, как вы Чтобы открыть дверь, используйте кнопку взаимодействия Удерживайте ее, чтобы взломать замок На это понадобится некоторое время Кроме того, можно нажать кнопку атаки Чтобы посадить сквозь замочную скважину В общем-то, с замками тут все Понятно, да, кстати, вот здесь неподалеку есть место Где можно выполнить самый Ну, самый сложный На втором месте по сложности Вот так вот Ачимент То есть, вы становитесь на вот эту балку Ждете, пока загорает музыка Вот она начинает играть И просто ждете, пока вам выдастся эта ачивка Эта ачивка называется меломан И если вы охотитесь за ачивками, как я То, в общем-то, вот вам такая подсказочка Ладно, идем дальше И сейчас наше первое убийство Так, давайте, наверное, залезем опять И спокойно залезем Так Само собой, мы будем убивать Бесшумно пытаться Мало кто Убивает просто так Хотя Иногда просто нужно все быстро сделать Но если убивать быстро То остальные сражники явно услышат Так что нужно быть с этим поаккуратнее Окей, ладно, идем дальше Можно, конечно, по дороге Постоянно тушить факела Но пока что Нет, не особо нужно О, и сейчас нужно будет Сражаться Я не хочу, если честно Потому что я на этом моменте всегда Запарываю Потому что я не привык сражаться Так Так Парировал Отлично С первого раза Парировал дважды Удивительно Обычно у меня Не получается сразу Обычно я подхватываю Примерно один-два удара Но сейчас Более-менее все получилось Я, если честно, рад Все довольно-таки здорово Ладно, давайте откроем замок Сейчас Порайдем дальше Все у нас тут Let's keep going Так И вот, кстати, нам дают песок Это еще один из способов Выключить фонарь То есть Песком кинуть фонарь И потушить его Но сейчас я не буду этим Заниматься Сейчас я подожду Пока вот этот Стражник Развернется И я Отправлюсь под Вон ту табуретку И обойду другим способом Обычно я в самом начале Проходил До того шкафчика И Там вот Шел к лестнице Но Теперь последнее время Я только так и двигаюсь Потому что так, мне кажется Намного удобнее Так Пролезть Отлично Быстрое сохранение Не забываем, конечно Забывать про быстрое сохранение Чревато Последствиями Так что Желательно Сохраняться Я это еще не раз скажу Если честно Я Довольно часто Упоминаю про быстрое сохранение Особенно Когда прожимаю Так что Насчет этого Извините Ладно В общем Идем дальше Ой Ой-ой-ой Ох, хорошо Так, быстрое сохранение И ждем Пока они сюда Пройдут В общем-то Это обучение Как раз Тому Что Иногда могут ходить Часовые по определенному Маршруту И их можно таким образом Подловить Потом Можно будет вкачать Способность убийства Из-за угла И убивать их Таким образом Но сейчас Я Этого не могу Так что Просто буду ждать Пока они пройдут Так, здесь Давайте быстро Сохранимся Оба-на Меня заметили Если бы я не нашел Правую кнопку мыши Меня точно бы заметили И здесь Если я сейчас Отожму То он меня сразу же Увидит Но этого Не произойдет Так И теперь Прячемся здесь Быстрое сохранение Так Ждем Пока он подойдет Примерно Ко мне Ну Может на метра три И тогда уже Пройдем дальше И перепрыгнем через этот заборчик И пройдем Кстати на следующую локацию Я вроде бы уже говорил Но В одном эпизоде Примерно три локации Ну В среднем Три локации Так что Придется Бывать в раз В совершенно разных местах Так давайте И основная задача выполнена Плюс здесь очков навыков То есть мы Выбрались Из основной части тюрьмы Что довольно таки здорово Здорово Ну Загрузочка Давай-ка побыстрее Отлично Понеслась О Этот звук Писк Меня раздражает Если честно в этой игре Единственное что Раздражает меня в этой игре Это этот писк Может быть Еле слышен Но Когда его Когда играешь долго в игру Этот И что-то не получается Этот писк Довольно сильно давит на уши И хочется выйти из игры Если честно Но Я пытаюсь терпеть Не знаю Как уже Вам это все Так Ну Заглядывать за машину Скважины я не буду Потому что я знаю Что там ничего нет Никого точнее нет Так что просто Сразу открою Сразу открою дверцу А вот и Флакон с янтарю И сейчас У нас появятся Некоторые способности Которые помогут нам Далее в игре Что довольно Здорово Так И у нас появилась Способность создания клонов Янтарь позволяет Созвать клонов И управлять ими Они вместо вас Проникают туда Куда не можете попасть вы Или Или бла-бла-бла В общем Не захотел Дальше читать Давайте вызовем Клона И откроем себе дверь Так А вот Можно дочитать В частности Они могут пролезть Под воротами Поворачивать рычаги Открывать двери Прятаться И делать многое другое В общем Как-то так Давайте Уничтожим клона Ладно Про клонов Мы пока забудем Они еще не скоро Нам пригодятся И здесь первый наш Такой Опасный противник Если вы В первый раз играете То возможно Вы попробуете Там Отлечь его люстра И так далее Но его довольно просто Убить на самом-то деле Хотя В первые разы Когда я играл Пытался его убить У меня мало что получалось Он меня замечал И в общем-то Просто Достаточно нажать Shift Идти очень-очень Медленно И подойти Вот Примерно Сюда И уже потом Можно Его потихоньку Убивать Отлично Хорошо Минус Шея Так Мы сейчас Стушим факел Сейчас вот этого Парнишку Давайте перенесем Хотя Переносить Не думаю Что это полезно В Дизонор Может быть Это и нужно Для того чтобы Статистика не была Испорчена Типа Не найдено Жертв А здесь Как бы Даже не знаю Есть ли такая Статистика Потому что Найдены ли Мои жертвы Или нет Так Кстати Взяли еще одну Монетку Каждая монетка Дает плюс К К Каждая монетка Дает Некоторое количество Очков Опыта Что довольно Здорово Благодаря чему Мы можем быстро Опнуть себе Скиллы Так Здесь нужно быть Поаккуратнее Вот этого парнишка Я убью Конечно Иду не в ту сторону Куда нужно Но Если я пойду В эту сторону Я добуду себе Монетку Одну из таких Самых простых В начале Так что Я наверное Все таки сюда Отправлюсь Так Отлично У нас тут Есть трупик Так Давайте Посмотрим Замочную Скважину Ждем Пока Здесь Пройдет Солдат Так Быстрое Сохранение И просто Шагаем За ним И подбираем Первую Монетку Ну Не первую Конечно Но Просто Монетку Сейчас Ждем Пока Он Так Отлично Нас вроде Никто не заметил Так Быстрое Сохранение Слишком много Флаконов Жизни Окей Понятно Так У нас Три Монетки Есть Да Как же Жалко Что Не могу Их Все Собрать Я просто Не помню Где Большинство Из них Так что Если буду искать То это все Займет Миллион Часов Так что Нужно Как-то Распределять Правильно Свое Время Давайте Подождем Пока Этот Рицер Пройдет Отлично Можно Забираться Наверх Жалко Что нельзя Опять Закрывать Двери Было бы Довольно Неплохо Так Идем Сюда Так Здесь Сохраняем Игру Здесь Должен быть Чувачок Да Вон он Идет Давайте Смотреть Где он Там Ну Уже Поднимается Да Так Отлично Здесь Мы Забираем Флакон А Нет Все Место Забито Так что Ничего Мы Не Забираем Так Правляемся Вот сюда Так Идем Дальше Я не помню Здесь есть Монетки Или нет Но Помню Что здесь Один из самых Безопасных Путей Так Можно здесь Проверить Что А нет Здесь ничего Такого Идем дальше Так Вот сюда Ой Ой Чуть не заметили Так Странно Конечно Странно У тебя глюки Все Янтаря Отпился Иди отсюда Хм Что ты здесь Стал Уйди Уйди Не хочу С тобой Сражаться Сейчас Хотя Давай я тебя Ушатаю А то мне Здесь еще Сейчас Поблизости Ходить Я не хочу Чтобы ты Мне Мешал Так А вот здесь Нужно Забраться На телегу Опа О Ой Блин Меня заметили Так Быстрая загрузка Легко сохранился Так что Переживать Не за что Так Загрузочка Отлично И вот В общем-то Таким образом Мы Пользуемся Быстрой загрузкой Для того Чтобы Избежать Ненужных нам Конфликтов И встреч Так Подбираем Монетку Прыгаем Вот сюда Ой-ой-ой Так Прячемся Под Под столик Так И он идет Сюда Блин Мне не нравится Но если он Поднимется Я возможно Попробую Его убить А И тут еще Один Наверное Мне приснилось Дай Вали отсюда Так Быстрая Сохраненница Так Подбираем Монетку И все Валим Отсюда К чертям Тогда Забываю Я кстати Про Янтарное Зрение Одно Из самых Полезных Вещей В этой Игре Благодаря Которые Можно Как раз Находить Эти самые Монетки Реликвии Видеть Врагов И так Далее Так Давайте Прыгаем Прыгаем Сюда Отлично Так И теперь Открываем Замочную Скважину Ой Я боюсь У того Чувачка Что он Сюда Подойдет Но Вроде Бо Не Подходит Так Здесь Мы Прячемся За Стеночку И Сохраняемся И мы Фак Блин Да Я забыл Ну ладно Ничего страшного Сейчас еще раз Попробуем Я прям здесь Недавно Нажал Так Фак Он опять Меня заметил Блин Как же К нему Подобраться Когда-то Я К нему Спокойно Подбирался Стрейндж Или Как он там А Все Понял Можно Вот таким Образом Подобраться Так Отлично Все Все Теперь я понял Как я К нему Подбирался До этого Так Братишка Тебя я Ушатал Отлично Так Забираем Монетку Сохраняемся Ну тут Конечно Еще можно Четыре Монетки Поискать Но Опять же Это Время 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 Наше Все Так Ну и все Мы Прошли к убежищу А нет Это еще не все Подпишетная локация Так что Расслабляться Пока не стоит Да Так Нажимаем Любую кнопку Отлично И сейчас Первый Наш союзник Даст о себе знать Так Отлично Стикс Убил Иду Давай уже Открывай дверь Так Ну что он Тупик Почему он Просто как только Увидел Меня Не может Открыть дверь Выбора У меня Все равно Нет Да Окей Ну что он Мы Мы А Ну Это Слай Сил Ну 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 Ладно Ну Мы Сил Сил Удив Ну Сил У У У Я У Конечно, я спросил тебя. Слышь, эта головка. Может быть, почему я не помню, что я даже вчера сделал. Хорошо. Я нахожусь к хребе, тогда. Ты мне скажешь, как ты? Все, что ты должен сделать, то следить за марки, которые я сделала здесь и там. Ты увидишь. Это мой личный систем. Когда ты увидишь марки, то ты знаешь, что один из моих хребтов находится близко. Ты можешь идти. Там есть один близко, с, как это происходит, с другой стороны хребтов. Ты увидишь. Я часто добавлю какие-то полезные вещи. Спасибо. Я уйду. Во, 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 ждите. Ты должен собрать прай-бар в другой хребтов. О, да. Один из них я не рассказал. Это хребетка в хребетке. Но ты знаешь, как это выглядит. Чем больше он улыбается, тем больше он улыбается. Чем сильнее запах дерьма, тем спокойнее место. Ну, как бы не знаю. Не проверял. Ну, довольно забавная задумка. Так, отлично. Ну, фласки заполнены, так что у него я не смогу украсть еще одну. Так, отлично. Погнали дальше. Вот как раз те самые метки, которые оставил нам Оскан. И их мы можем увидеть только, если включаем янтарное зрение. Погнали, старый человек. Ах, смотри, стикс. После того, чего я сделал для тебя, лучше держать твою тунгу behind your teeth. Что? Что ты сделал для меня? Я дал тебе планы, которые будут вырвать на реликвии от реликвии. Это мне это это эмбер скар на моем лице. Согласно, я не должен идти слишком далеко. Реликвии от реликвии? Ты милый, эти стиксы? Вот как раз он сейчас говорит за реликвии, которые нужно будет собирать. То есть каждый эпизод одна реликвия. Да, и так круто уходит. Так пафосно, так сказать. Вот как раз нам говорят о реликвиях. Вы страстный коллекционер, поэтому будет очень приятно. Будет очень приятно. Я понял. Так, ладно, двигаемся дальше. Вылезаем отсюда из этой канализации. Хотя это еще не канализация, но все-таки. И идем дальше. Так, быстрое сохранение. Кстати, вот здесь нам дали сейчас кинжали. Кинжалы, извиняюсь. Кинжали. Так, сейчас здесь будет проходить наш друг. Так, и потихонечку его завалим. Надеюсь, наш дружище, который спит, не проснется. А то было бы не очень здорово. Так, положим здесь труп. Отлично, и сейчас можно забрать еще вон ту монетку, но для того, чтобы ее забрать, нужно будет убить вот этого парнишку. Жалко тебе парнишка, конечно, но что поделать. Так, давай ты помедленнее будешь идти. Хотя его можно было бы не убивать. Че это я? Ладно, фиг с ним. Так, давайте положим его вот сюда, где тут монетка, вот она. Отлично. Так, сохраняемся и идем дальше. Так, лом. Нужно добраться к лому. Это уже проще простого. Прыгаем на вот этот помосток. Вон, и спускаемся в этом месте. Здесь будьте аккуратны, здесь может выйти негодяй, который мне уже не раз запаровал игру. Так что будьте с этим поаккуратнее. Так, прячемся теперь здесь и ждем пока братишка с вот этим кинжалом на поясе пройдет мимо и мы пройдем дальше. Так, быстрое сохранение на всякий случай. Это мало ли что. так, надеюсь, я надеюсь. Хорошо, он меня не заметил. Так. Отлично. Здесь, конечно, есть есть тайник, но для начала надо забрать монетку, иначе потом это будет очень тяжело сделать. Так, залезаем в тайник, сейчас выголомим. Так, здесь находятся ребятки. Фух, ну что, понеслась 4, невидимость. Нам дали новую, кстати, способность. Понеслась. Ой-ой-ой. Как бы меня не заметили. Так, быстрое сохранение. И давайте вылезаем отсюда. Так, здесь тушим, чтобы нас не увидели случайным образом. Теперь залезаем вот сюда. Здесь есть еще одна монетка. Так, нет-нет-нет, не заметишь. Да, отлично, мы успели. До того, как вот этот стражник обернулся, мы успели спрятаться за мешок. Фух, хорошо, да, кстати, надо бы выпить флакон с янтарем на всякий случай. Так, забираем монетку и сейчас нужно будет перепрыгнуть на ту сторону. Так, быстрое сохранение, а то я могу и упасть с того места. Уже не распадал, кстати, так что так, нет-нет, как мне повезло, что тут стражник отвернулся, который напротив меня, он там стоял. Так, и здесь одно из таких самых неприятных мест. Ой, что-то я не то сделал. Так, что-то шумит. Ну, может быть. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, меня все равно заметили. Так, давайте я быстро за грузом шарятся эти ребятки. Так, спрыгнем пока что сюда. Так, быстрое сохранение. Так, песок я потом возьму. сейчас давайте попробуем спереть. Отлично, есть янтарь. Хорошо. Так. Так, вот это мы потихонечку убиваем. Такс, отлично. минус 1. Минус 1. Уже хорошо. Так, занесем его куда-нибудь вот сюда. Так, быстрое сохранение. Идем назад. вот. А тут уже проще простого. Так. пролезаем сюда, ждем пока парнишка пройдет мимо нас и тогда уже прыгаем в этот колодец, а в колодце как раз и находится одна из реликвий, точнее, самая первая реликвия, если быть точным. Так, отлично, быстрое сохранение. Так, и меня он не успел заметить. Фух, фух, оранжевые сигнальчики. И вот она, первая реликвия. Фух, я успел. Дополнительная задача плюс 20 очков, 25 очков навыков. Очень здорово. Так, отлично. Все, здесь убираемся и как раз новое, то есть, не новое, а дополнительное место, точнее, один из храмов, или точнее, не храмы, как это, убежище, убежище Аскана. Да, все, вспомнил. Так, быстрое сохранение, здесь довольно такие противные ребятки. Так, пройдем аккуратненько вот здесь. залезем вот сюда. Хотя, залезать не обязательно. Так, быстро сохраняемся. Так, отлично, можно двигаться дальше, а нет, вот сюда нельзя, иначе меня заметят. Ладно, придется прыгать. Ну как, переходить поверху, вот здесь. Так, сразу же на балку и спускаемся вниз. Отлично. Так, и сейчас, наверное, пойдем в одно из логов Аскана. Вот оно, оно тут недалеко. Можно сюда зайти. Лишняя монетка не помешает. Тем более, очень близко. Так, и слишком много флаконов с этим, да? Ну давайте выпьем один. У меня там есть чуть-чуть места. Точнее, чуть-чуть не хватало янтаря, там совсем капельку, но все равно в любом случае надо бы выпить. Так, и здесь двое братишек. Сейчас просто подождем, пока они отвернутся или пройдут дальше. Так, надеюсь, здесь они меня не увидят. Если увидят, то будет очень-очень плохо. Так, давай разворачивайся, иди. И сейчас как только лысый отвернется, я сразу же смогу уже прыгнуть куда мне нужно. А, отлично, есть. Хорошо. И проходим это место и уже идем к основному кубежищу, кубежище аскана, если быть точным. Кстати, здесь еще одна монетка, последняя, которую я соберу на этой локации. Так, 12. 12 из 20. В общем, 8 не собрала, но эти 8 я бы мог собирать очень много. Так, и сейчас, в общем, нам дадут статистику по прохождению. В общем-то, вот на что я рассчитывал. И единственное, что мне нужно было, это выполнить знак тень. То есть, ни разу не поднять тревоги. Это единственное, наверное, к чему я пока стремлюсь. Возможно, потом будут прохождения на жалость, на вор. То есть, буду пытаться как-то разделять эпизоды или что-то такое. И даже спринтеры, возможно, будет. Но это уже потом. Так, давайте продолжим. И сейчас нужно будет улучшить способности, добавить себе некоторые. Было бы довольно неплохо. так. И смотрим сколько. дождь, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом направлении ты был прав. Это здесь, что ты умер. Я сказал это? Ну, это очень просто. Первая часть моего плана была найти мои упражнения в твоей двери. И единственный, кто знает каждую сторону твоего ховел, который построил это. Архитект. Твой старый парень, Куэрберус. Но какой большой плана. Какая красота, Куэрберус, мистерически, уничтожил, когда его работа была закончена, да? О, реально? Он уничтожил? Ах, сейчас это нечащий, да? Но не важно. Потому что наш любимый Куэрберус не уничтожил, без написания своего работа. Похоже, он оставил все планы в твоей двери где-то внутри Аканаш. И все там, для того, кто знает, как выглядеть. Так что я сказал себе... Эй, Рак-Аш! Мы будем уничтожить тебя, найдем эту лабораторию и собраться секретные планы Атриона. Стикс! Добро пожаловать домой! Мой дом, обычный трейлер. Как говорилось в фильме «Восьмая миля», ну там не говорилось, а пелось, ну читалось, если быть правильным. Ладно, в общем, давайте поднимемся к Аскану, сейчас с ним поговорим, улучшим свои способности и, наверное, на этом я закончу. Я не знаю, сколько уже длится видео, возможно, уже даже больше сорока минут, возможно, даже уже к часу подходит, но... Я старался как можно быстрее проходить, и если что, извините, что так долго. Есть еще один вариант вообще просматривать видео такой... такой... долгости, так сказать. Или как это правильно? В ускоренном режиме. Но, правда, читать субтитры неудобно, но тоже неплохо. Хм, мы познакомились. Это очень плохое, что мы с вами не можем. Это счастливое, особенно для вас. Вы хотели знать что-то, и я хотела восстановить что-то. Вы хороши от стыли, я хороши от деления. Не так долго пришли к пониманию. Это как это работает в ручках. Да, эээ... Это вернуло мне, я думаю. Слушайте, я должен идти в Аканаши архивы. Какая идея, лучшая способа идти туда? В лаборатории, да? Я могу показать вам дорогу через субтитры, да? Но... Зачем как ты делаешь там? Я знаю, это не мой бизнес, да? Я смотрю на мапу Атриума. Я не могу всегда поверить на руководство одного старика. Довольно забавные рофлы и у Аскара, и у Стикса. Ну... Не зря же они друзья. Ну, как друзья, скорее... Эти... Не товарищи, а сотрудники. То есть... Товарищи по несчастью можно так называть. Если вы хотите уйти в Атриуме, вы можете уйти на корабль, но вы все равно должны знать, когда он уйти. Это может быть месяц, до того, чтобы уйти, чтобы отправить его. Так... Кто дает уйти? Я не знаю. Это бумага. Это отвлекает. Ты понимаешь? Не люблю нас заломать. Нас казалось, слепой человек. Прикольно. Отлично. Ну и, в общем, очень-очень много заданий нам... Они понадобали... Он понадобал. Если вы хотите благодарить меня, вы можете, может быть, обратить мне что-то из лабора? Пойдем. Я слышал, что знаменитые тракты о алкемии вверх. Окей. Почему он еще нам очень много заданий понадает? Сейчас просто только слушать остается. Посмотрим. До свидания. Еще последнее. Ты же отчаянный. Если бы я спросил, чтобы избежать кого-то для меня, бы ты это сделаешь? Слышно? Без деления? Ты начинаешь спросить много. И я это делаю. Нет. Я того же не могу. Не волнуйся. Я полностью понимаю, что мою eternally gratitudine не удовлетворяется. В любом случае, в гостях вы должны скрыть площадку называют Годберд. Убийство Убийство В общем, я ещё также могу Убийство с воздуха освоить Ну, давайте Давайте освоим Так, вернуться Что ещё там? Есть, по-моему, какой-то за 10 очков Навыков Так, нет, 20 есть Так, тут тоже 20 Так, это 20 Блин, ещё меньше 20 нет За 10 там, я не знаю Так Ну, в общем, на этом всё, ребята Если что, я вне записи Попробую полностью пройти предыдущее задание То есть до конца эти добить Какого он? Сбор монеток и так далее Тем самым поднять себе очки навыков Возможно, я не буду делать, я не знаю Если что, скажу в следующем эпизоде А на этом всё Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх Любите игры, играйте в игры Всем до новых встреч, всем пока